Сейчас в последнее время тенденция у молодёжи, в основном у девочек, хотят выглядеть красиво, хотят иметь белые зубки. Но, к сожалению, процедура не совсем, скажем, прямо полезная. Мнения, конечно, разные у врачей, но если всё же вы решили отбелить зубы, как это сделать правильно, как это сделать лучше всего? Не пользуйтесь народными методами. Активированный уголь, сода, способный подсарапать эмаль. Будет не столько польза, сколько вред. Может появиться чувствительность. Зубные пасты, которые рекомендованы как отбеливающие, в большинстве случаев они не дают хорошего изменения цвета. То есть в основном это идёт больше как маркетинговый ход. Лучше всего, если вы всё-таки решились, взвесьте все за и против. Потому что после отбеливания может появиться чувствительность, которую потом нужно будет ликвидировать. Ну, понятно, хочется. Красивая улыбка, внешность, это всё приятно. Поэтому лучше всего прибегнуть к лазерному отбеливанию. Даёт очень хороший эффект. На 4-6 тонов повышается в сторону осветления. Риски минимальные. Также можно использовать, конечно, капы с отбеливающими веществами как в офисе, так и дома. Предварительно прийти к доктору всё, обсудить все за и против. Потому что после отбеливания, как правило, будут видны все ваши пломбочки, которые есть в полости рта, все реставрации. Поэтому после отбеливания, скорее всего, вам их придётся заменить. И также до отбеливания обязательно нужна профессиональная чистка у стоматолога. То есть это снятие зубного камня, снятие налёта в кресле у доктора. В большинстве случаев, когда удалить камень и налёт, улыбка уже приобретает прекрасный вид. И человек, может быть, остановится и задумывается, отбеливать ему дальше зубки или нет. Субтитры создавал DimaTorzok